Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Иногда у меня возникает ужасное чувство, что я не люблю Бога. Но очень хочу. Что мне делать? Надо сказать, что это чувство, наверное, свойственно каждому из нас, особенно тогда, когда мы забываем Бога. Забываем Бога в повседневной жизни, когда мы перестаем исполнять Его заповеди, особенно тогда, когда мы знаем, какие заповеди Господь нам оставил. И чем дольше этот период длится, тем, нам кажется, дальше от Бога мы уходим. Но Бог-то от нас никуда не уходит. Он, насколько был близок к тебе, настолько и остался. Просто ты все глубже, глубже, глубже заматываешься, какой-то темный кокон, не давая Господу Богу проникнуть туда. Так вот, открываешь такой антидуховный зонтик, и все, Господь изливается на тебя благодатью своей. Ты в домике, чик-чирик, все как-то. И без нее, мол, обойдемся. И страдаешь-то ведь. Ведь мы им живем, движемся и существуем. Кто не причащается к телу крови Господней, тот не имеет в себе жизни. И худо тебе, и вот такой духовно-когнитивный диссонанс возникает. С одной стороны, мы понимаем, что без Бога не до порога, без Него жить тяжело, а с Ним жить тоже как-то не сильно хочется. Ну, потому что все-таки с горочки скатываться намного проще, чем потом эти саночки на горку поднимать. Что делать? Я рад, что человек, кто задал этот вопрос, осознает проблему. Можно сказать, половина проблем уже решена, когда ты видишь некоторый недостаток в своей жизни. Хочешь только узнать, как его решить. Ну, вспомним наше перводнево церковление. Возвращаемся. Может быть, с меньшим усердием, с не такими огромными молитвенными правилами, но по чуть-чуть, по чуть-чуть снова возвращаемся в храм. Хорошо бы найти тот храм, где в стенах храма есть община, где люди не расходятся после богослужения, остаются вместе на чаепитие, на какие-то мероприятия, говорят о Боге, слушают о Боге. Просто отдыхают после службы. Не обязательно после литургии бежать и слушать курсы, лекции по догматическому богословию. Просто быть рядом в церкви, друг с другом, это уже здорово. Просто говорить о жизни, о себе, слушать других, помогать, решать, интересоваться. На этих приходах, где развита община жизни, после литургии, чувствуется близость Христа, как никогда. Потому что церковь – это собрание верных. Если собрание верных после вкушения тела и крови Господней рассредотачивается, то теряется ощущение себя в церкви. Церковь как бы абстрактна есть, а по факту ее вроде бы и нет. Я мог бы назвать множество храмов в разных городах и весях, где священники стараются литургию, после литургии совершать. Общее дело буквально переводится слово «литургия» с греческого языка. И этот духовный кризис потихонечку перестает существовать. Дальше небольшое понуждение к молитве. Не надо обязательно открывать эти огромные молитвословы и снова начинать читать весь корпус существующих там молитв. «Впустите Господа в повседневную жизнь». Встал с утра, Господи, благослови день грядущий, перекрестился, пошел, умылся. Завтра, конечно, пищу перекрестил, хотя бы с коротенькой молитвы. «Господи, благослови там пищу. Сам перекрестился, Господи, благослови». «Поел, слава Тебя, Господи». Перекрестился, пошел, оделся, выходишь из дому. «Горди меня, Господи, силу честного, тверящего креста». «Сам перекрестился, дорогу перекрестил, в машину сел, опять помолился, Господи, благослови путь мой». И начинаешь какое-то дело делать, Господи, благослови. Закончил, слава Тебя, Господи. Не знаешь, едешь в метро, не знаешь, о чем думать, на кого смотреть. Телефон кнопочный, допустим, у тебя даже змейку не проиграешь. Закрой глаза и твори Иисусову молитву. Моешь посуду, твори Иисусову молитву. На огороде копаешься, твори Иисусову молитву. «Господи, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешного». И вот это постоянное чувство пребывания с Богом, оно не даст тебе упасть. Ведь, собственно, даже заповеди нам даны для того, чтобы мы всегда помнили о Боге. В том числе это одна из существенных сторон заповедей Божьих. Пусть даже не касается каких-то обрядовых моментов. Но если твоя внешняя жизнь будет в Боге, то, как говорит Писание, от внешнего к внутреннему. То есть с годами ты навыкнешь к этому качеству пребывания в Боге. Это уже будет через некоторое время являться естественным состоянием твоей жизни, твоего бытия. И ты будешь видеть в этом и от раду, и от утешений, и получать от этого вот уверенность в завтрашнем дне. Потому что ты будешь с Богом. И ты будешь знать, что Он с тобой был всегда и будет всегда. Господь, Спаситель мой, Защитник мой, того боюсь. Так что, друзья мои, если вам кажется, что Бога не любите, вспомните еще заповедь, как она звучит о любви к Богу. О любви к Господу Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. Вот второй путь. Помогайте окружающим людям. Волонтерствуйте, творите милостыню. Помогайте тем, кто находится в худших обстоятельствах, чем ты, если тебе кажется, что ты находишься уже на дне. Я вас уверяю, есть куда падать. А иногда со дна стучаться, когда ты думаешь, что ты уже находишься в самом низу. Но тут снизу стучаться, оказывается, еще есть куда падать. Помогайте тем, кто нуждается даже в твоей помощи. У тебя искалеченного, погнутого, растерзанного, растоптанного. Есть люди, которые еще более покалечены, более растоптаны. И тем самым исполнишь закон Христов. Когда-то Авадорофей нарисовал круг в центре этого круга. Поставил точку, говорит, вот эта точка, это Бог. На окружности люди. От окружности к центру провел прямые линии. И расставил на этих прямых линиях, как на спице колеса. Разные точечки, он говорит, это тоже люди. И посмотрите, чем ближе они друг к другу, тем ближе к Богу. Чем ближе к Богу, тем ближе к друг другу. Вот вам простая визуализация исполнения заповедей любви. Будьте ближе к Богу, будьте ближе к людям. Причащайтесь, исповедуйтесь, участвуйте в таинствах, молитесь, читайте Писание. Будешь ближе к людям, тем самым будешь ближе к Богу. Исполняйте эти две заповеди и будете счастливы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok